Мало, хорошо, но мало. Ты что, прям до истерики что ли? Ну, собаке понравилось, могу сказать. Привет, друзья! Сегодня у нас с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Сегодня у нас будет ролик, обзор вот такого итальянского корма Галоси. Ну, в данном конкретном случае это будет Галоси Кантри. То есть, все вы прекрасно знаете о том, что у меня сейчас находятся две собаки. Это немецкая овчарка, достаточно крупная порода, и карликовый пудель. То есть, я искал универсальный корм, который бы подошел мне как одной собаке, так и второй собаке. Почему я остановился именно на корме Галоси? То есть, смотрите, все вы знаете прекрасно о том, что я не люблю вот эти вот рекомендации, обзоры кормов и так далее. Но вопросов поступает очень много по поводу кормов. Этот корм был приобретен мой лично. Это не является кормом коммерческой рекламы какой-то. То есть, я купил его для своих собак и просто хочу рассказать о нем. Тем более, вопросов уже по этому именно корму возникло очень много. Итак, это итальянский производитель. Это первое. То есть, что исключает такую вещь, как у нас в России, все вы прекрасно знаете, да? Пришел мастер цеха, решил там изменить технологию, потому что он несколько мяса решил кусочков забрать домой, да? Здесь этого нету. То есть, контроль качества достаточно приемлемый. Это даже не корм, который под наблюдением итальянцев приобретен, изготовлен в Российской Федерации. Это именно корм, который изготовлен именно в Италии. О чем, собственно, говорит, у нас подтверждает, точнее, эти слова. Здесь вот есть такая... Ни слова тут по-русски нету практически, да? Вот такая вот наклеечка. Наклеечка на русском языке. О том, что, собственно говоря, чтобы по-русски, то есть, по стандартам было... Надо было, чтобы было все на русском языке. Так, потом, что еще... На что я обратил внимание, когда я приобретал этот корм. Этот корм супер-премиум класса. Все вы знаете, да, что у нас есть бюджетные корма, есть холистики корма, есть премиум, супер-премиум класса. Этот корм относится именно к супер-премиум классу. Здесь большой процент мяса. То есть, вот именно в корме кантри присутствует здесь у нас, как говядина присутствует, присутствует мясо курицы присутствует, присутствует индейка. То есть, для собак, которые обладают какой-то повышенной физической нагрузкой, много гуляют, да, либо наоборот, список вот этих вот аминокислот, да. У нас белок, это что такое белок? Белок это аминокислоты. И вот спектр этих аминокислот должен быть достаточно большим. В этом корме это все присутствует. Причем, смотрите, если в бюджетных вариантах корма написано, что это, допустим, белок животного происхождения, это значит, взяли корову полностью с кожи, с мясом, там, с костями, со всеми вместе перемололи, да, и получили на выходе, так сказать, белок животного происхождения. Именно вот этот корм позиционирует себя таким образом, что здесь, во-первых, это мясо вроде как они отбирают там у отборных фермеров, да, то есть у проверенных фермеров, которые там с альпийских где-то гор, ну, в Италии не аспильские горы, да, ну, в общем, с гор кормят травкой свою говядину, да, и самая фишечка в этом всем заключается в том, что они, мясо не проходит процесс заморозки. То есть, смотрите, при температурной обработке, будь то горячая обработка, холодная обработка, у нас полезные минеральные вещества и витамины, они распадаются, да, все вы это знаете, то есть, если сварить компот, да, допустим, из смородины, да, то витамин С оттуда уйдет. Если смородину целиком поесть, она является очень ценным источником витамина С. Так вот, мясо, которое изготавливается, мясо, которое берется для производства данного корма, ну, вообще марки вот этой вот говоси, оно даже не проходит процесс заморозки, и это очень важно, потому что все вот эти вещества сохраняются. И это именно мясо, это не шкуры там, ничего подобного, то есть, проверено. Ну, вроде как, они говорят именно так об этом. Так, что еще входит в состав этого корма, что мне очень сильно импонировало, и почему я остановил выбор именно на нем? Смотрите, все вы знаете, что мне досталась собака с генетической предрасположенностью, то есть, у нас набор заболеваний, а именно самое сильное, это дисплазия тазобедренного сустава. То есть, мне приходится два раза в год, это по весне и по осени, когда происходит обострение, я иду в магазин, в аптеку, в ветеринарную аптеку, и приобретаю там препараты, которые помогают, ну, снять вот эти болевые, болевые, болевые синдромы, болевые ощущения собаки, именно суставов. Здесь, на что я, собственно, говорил, обратил внимание, тем более у меня собака в возрасте уже 8 лет, что даже если не имеется дисплазита тазобедренного сустава, предрасположенность у крупных собак, давление, работа на суставы очень сильная, повышенная нагрузка на них идет. Вот, поэтому, в принципе, для того, чтобы уберечь эти суставы, здесь присутствуют хондропротекторы. Вот те, что я покупаю в ветеринарной аптеке, да, то есть, здесь они уже присутствуют в корме. То есть, не два раза в год не надо будет приобретать их, а теперь просто я буду кормить этим кормом, и этого будет вполне достаточно. Также вполне достаточно это будет для престарелых собак, которые уже в возрасте, да, и для молодых щенков, у которых идет развитие сустава. Ну, конкретно вот этот вот корм позиционируется как именно с года, то есть, раньше года там есть другие у них корма абсолютно, то есть, вот эта марка Голоси, она представлена широчайшим вообще спектром кормов всевозможных, как для собак, так и для кошек. Ну, кошки мне не очень интересны. Я вам рассказываю про собак. Что еще находятся очень важные компоненты, которые находятся в этом корме, в составе этого корма? Ну, я не буду уже говорить о том, что здесь все совершенно сбалансировано, да, и вот эти вот хондропротекторы, я вот здесь все на бумажке записал, звучат они хондроэтин и глюкозамин, то есть, это два важных хондропротектора, которые будут обеспечивать беспроблемное развитие, да, суставов, и преждевременное старение суставов уже у престарелых наших собак. То есть, очень важно. Потом, предрасположенность собак, во всяком случае, у нас в регионе, то есть, я проживаю в Кемеровской области, да, у нас здесь шахты и так далее, у нас у людей-то очень сильно здесь заболевание процентном соотношении, именно рака, очень сильное. Точно так же и у собак. Я две собаки потерял на том, что у них было заболевание именно рак. То есть, братья наши меньшие, как бы, тоже страдают этими заболеваниями. И здесь представлено очень хорошие вещества, они называются антиоксиданты, антиоксиданты, то есть, они связывают свободные радикалы, то есть, вот эти вот раковые кредки. Здесь оно представлено, экстракт листьев, оливы, да, и экстракт виноградных косточек. То есть, это именно те природные вещества, которые будут помогать, чтобы не развивалось такое заболевание, как рак. То есть, корм является, по сути, по своей премиум-класса, но я бы уже, даже бы, честно говоря, мое мнение, я бы отнес бы его к таким хорошим холистикам карману, что даже мясо тут не замораживается. Вот, что еще можно сказать по этому корму? Расход этого корма, ну, вот здесь вот на упаковочке стоит табличка, да, то есть, смотрите, я еще раз хочу подчеркнуть такой момент, что он идет, как Атоев, да, Атоев, ну, игрушка маленький, маленькая собачка, один килограмм от одного килограмма собак до более от 45 и больше. То есть, совершенно универсальный корм, как начиная от маленьких игрушечных собачек, да, ну, вот как моя Маруська, допустим, и до больших собак, как мой Акбар. Вот, расход этого корма, ну, на немецкую овчарку до 44 килограмм включительно, да, здесь идет расход от 360 грамм до 550 грамм. То есть, в зависимости от образа жизни собаки, то есть, квартирная собака, уличная собака, активный образ жизни ведет, какие-то сильные нагрузки. То есть, расход, в принципе, нормальный. Что хочу сказать по ценовой политике? Ценовая политика у этого корма очень-очень демократичная. То есть, почему? Мы не являемся какими-то супербогатыми людьми, да и вообще, как бы я к богатым людям себя не отнес, но, тем более, все мои проблемы, вы все знаете, да, что у нас там сейчас произошло. Вот, поэтому для меня очень важный был момент такой, сколько стоит вот этот корм. Я не буду здесь называть цену этого корма, но, поверьте мне, она достаточно приемлемая. Значит, уточнить цену, связаться с людьми, которые занимаются этим кормом, вы можете описание к ролику. Я, когда связывался с ними, там у них, ну, не указана цена, надо было с ними обговаривать. Начинаешь, когда говоришь, это надо уточнять именно у консультанта, который представлен на этом сайте, ссылку на который вы увидите к описанию к ролику. Ну, а теперь давайте перейдем к тому, чтобы, как бы, мы посмотрим, что из себя этот корм представляет. Итак, ну, сразу, когда я вот открыл упаковку, она, к сожалению, открытая уже, запах здесь представлен, он, знаете, какой, не слышно здесь никаких, ни усилителей вкуса, ни какого-то химического запаха, знаете, резкого такого именно. Когда вы открываете бюджетные, всем известные, да, корма, то есть там аромат наполняется вся квартира вот этим вот. Здесь такого резкого запаха нету. И слышно, что, знаете, вот какой-то вот морской привкус такой присутствуют в запахе. Я почитал здесь еще, кстати, я умолчал такое, точнее, не умолчал, забыл сказать о том, что здесь присутствуют какие-то элементы от мидии, да, то есть это и лососевое, именно, и лососевое масло. Помимо животных жиров еще присутствует рыбный жир, да. То есть это вот это вот омега-3 кислоты, которые, которые очень полезны для развития и существования нашего организма, которые должны входить в ежедневный рацион, собственно говоря. Запах естественный. Я все корма абсолютно пробую на вкус. То есть я перепробовал, начиная от бюджетных кормов, холистиков кормов и так далее, и тому подобное. Вот этот корм понравится. Я знаю 100% что он собакам понравится. Вот. Что еще могу сказать? Здесь нет украсителей в этом корме. Почему здесь нет украсителей? Ну, во-первых, они не указаны на упаковке, это... Ну, а помимо этого, когда вы открываете, да, смотрите, видите, тона такие неяркие, блеклые тона. Что указывает на то, что, собственно говоря, красителей-то, собственно говоря, тут и нету. Ну, а теперь что будем делать? Давайте проведем испытание. Жайка. Ну, Акбар доволен кормом. Я смотрю, у меня и Маруська здесь прыгает внизу. Молодец, зайка моя. Хорошо. Можно использовать его в качестве подкормки. Маруська, ани сюда. Вот я не могу назвать Акбара привередливым в корме. Маруська только что пожрала у меня. А ну-ка, ты что, лезешь за кормом, что ли, э? Э? Сидеть. Да. Лежать. Ну, видите, Маруська заинтересовалась, Акбар заинтересовался этим кормом. Канал Яймой Хвост рекомендует, корм Голоси. Маруська тоже его рекомендует. Заслужите доверие, заслужите уважение, внимательно относитесь к здоровью своей собаки, и у вас все получится. Всем пока!